Вы знаете, сейчас, когда я сломал руку и хожу в гипсе, мне, наверное, особенно не хватает плавания в бассейне. Конечно, у меня есть вот такой непромокаемый чехол для гипса, с которым вроде бы можно в воду. Но, сами понимаете, руками особо не помашешь, да и вообще ощущения не те. Особенно мне нравятся бассейны, в которых воду не хлорируют. Хотя всегда было интересно, а безопасно ли это? И почему в некоторых бассейнах воду продолжают хлорировать? Сегодня мы попытаемся разобраться. Вот что я придумал. Пусть моя коллега Катя Кондратьева опробует на своей нежной коже четыре бассейна с разными типами обработки воды. И в каждом ее будет ждать непростое задание. Первое из которых – освоить прыжки в воду, взяв урок у мастера спорта Кирилла Батяшина. Ну что, сможешь так же? Я попробую научиться. Я тем временем разберусь, как происходит в каждом случае обработка, а наш постоянный эксперт Александр Кукса зачерпнет по бутылочке воды на анализ. И еще мы попытаемся исполнить давнюю мечту – спокойно поплавать в бассейне вот этой женщины, Ирины. У нее аллергия на хлорамин, и от обычных бассейнов пропадает голос. Наступил такой период, что я месяц вообще не могла разговаривать. Месяц. И тогда вот мама предположила, она говорит, видимо, аллергия, давай лечиться. Мы начали лечиться, но, естественно, исключили бассейн. И все восстановилось. Сразу скажу, в итоге мы нашли такое место, где в воде вообще нет хлора. Но обо всем по порядку. Стандартная обработка воды хлорамином уже много лет во всем мире считается самой надежной. Любая зараза гарантированно умирает, потому что хлор вступает в реакцию совсем живым, разрушая мембраны клеток у бактерий. Но этот запах и последствия для здоровья, которые у части людей могут быть весьма серьезными… аллергические линиты, аллергические наступки, даже бронхиальная астма. То есть можно искупаться, вылезти, потекут прозрачные сопли, начнется кашель, одышка. И это будет реакция на пары хлора, которые испаряются с поверхности воды. У аллергологов даже появился специальный анализ на предрасположенность к такой реакции. И этот тест неплохо бы сделать ребенку перед тем, как отдавать в секцию плавания. Потому что в большинстве спортивных центров воду продолжают хлорировать. Вот так выглядит изнаночная сторона бассейна. Мы с вами находимся прямо под чашей. А вот это те самые емкости с хлорсодержащим реагентом, который по трубкам поступает вон в те емкости, где смешивается с водой, и она снова поступает наверх, туда, где плавают Катя с Кириллом. Это очень глубоко. Я совсем не глубоко ухожу. Я не хочу так же. Надо это взяться и вот так. Да нет, может взяться, потому что она ногой толкутся, и все. Готовы? Готовы? Три, четыре. Страшно. Я лечу, думаю, когда уже вода. Воды нет и нет. В этом конкретном бассейне Кате повезло. Хлоркой пахло, но не чересчур. А анализ показал, что содержание реагента в воде близко к нижней границе нормы. Это говорит о хорошей настройке системы. Но все-таки там, где выбрали другой способ обработки, плавать приятнее. Катя в этом убедилась, когда выполняла задание номер два. Училась плавать кролем под руководством чемпионки России Ольги Павловой в открытом бассейне элитного спортклуба. А воду можно выплевывать? Воду желательно. Здесь воду обеззараживают с помощью ультрафиолета. Метод чисто физический, то есть без химии. Вода проходит через закрытую емкость с лампами, мощное излучение которых губительно для микробов. Правда, если какой-то посетитель принесет бактерию, в воде бассейна-то не погибнет, пока не попадет в систему фильтрации. Поэтому немного хлорки добавляют и тут. Раньше, когда я тренировалась в детстве, в бассейн добавляли очень много хлора. Кожа очень сохла, начинала чесаться. Сейчас в этом плане бассейны гораздо безопаснее. Появились новые системы очистки. Хлора добавляется гораздо меньше, и поэтому вода абсолютно безопасна для вас. И вы не чешетесь. Мы нет. И вы, я надеюсь, тоже. Примерно так же обстоит дело и в бассейнах, где воду озонируют. Немного хлопки для надежности, а в целом результат приятный. Хотя Кате тут пришлось нелегко. Инструктор Игорь Ажикин ее основательно помучил. Мы сегодня будем изучать плавание в моноласте. Моноласт – это очень интересный инструмент для плавания, который позволяет двигаться намного быстрее, но при этом затрачивать меньше энергии. Господи, тяжело! Ну что, готово? Да. Ну давай, крайне глубокий вдох и пошли. Поехали? Апстатый! Я посмотрю, что вы видите. Нет, только вместе. Хорошо. До. Отличная вода. Да, вода хорошая, мягкая. На ощупь такая, обволакивающая. Ты знаешь, мне кажется, запах хуры все-таки немного есть. По сравнению с другими бассейнами. Ну, очень мало. Я не чувствовал практически ничего. Есть бассейны, где хворка явно выражена. Но все-таки есть ли такой бассейн, где сможет купаться Ирина, та, у которой аллергия на хлорамин? Да, мы такой нашли, и это самый дорогой вариант из всех. В элитном центре для беременных имам с малышами в подмосковном Лапино поставили систему обработки воды ионами серебра и меди. Вообще, ноль процентов хлора, потому что ионы плавают вместе с купальщиками и непрерывно убивают всю заразу. Если бы сейчас в бассейне был бы хворамин, или, допустим, добавлено какое-то средство, которое содержит хлор, у меня бы сейчас садился голос. Это было бы очень заметно, я бы начала хрипеть. Наша штатная русалка Катя Кондратьева тоже оценила эффект. Ее заданием, кстати, здесь было выучить несколько элементов синхронного плавания, а наставницей – олимпийская чемпионка Елена Соя. Что это такое? Где у нас носочки? Вот носочки. Вода мне кажется отличная, она такая пресная, запах никакого не чувствую, на удивление, и на вкус она тоже пресная. Мне очень понравилась вода, а самое главное, что кожа не чешется, значит, она не будет сушиться, значит, я буду меньше употреблять крема после души, потому что обычно после хлорированной воды очень-очень много крема наносишь на кожу. Итак, теперь мы знаем. В бассейнах, где заботятся о комфорте и здоровье посетителей, уже вовсю используют современные бесхлорные или почти бесхлорные системы очистки. Защита, кстати, получается надежной. Микробные показатели воды во всех протестированных нами бассейнах оказались в норме. Кстати, и хлорки так уж бояться не стоит. В разрешенных концентрациях она безопасна для большинства людей, что не может не радовать и владельцев маленьких частных бассейнов. Сложных хищных средств мы не используем. Используем ручной сугубо труд. Вот, берем стаканчик с хлорки и по периметру сыпем. Так, два стаканчика раз в неделю. И все это дело надо будет на ночь обождачить. Музыкант Андрей Широков поступил по науке. Специалисты ему рассчитали дозу, сказали, что и как делать. И теперь он, благо аллергии нет, может спокойно наслаждаться уединением в своем собственном кусочке водной стихии.